Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и я начинаю обзор Кубка Наций по шахматам, которое Фиде проводит совместно с сайтом Chess.com. И для своего первого обзора я избрал партию на женской доске сборных команд Индии и остального мира, в котором Хампи Кондру, сильнейшая индийская шахматистка, сражалась с Майей Мазычук, которая на этот раз представляет сборную мира. Итак, Хампи начинает ходом D4, Майей отвечает симметрично, и на доске возникает славянская защита. Черный выводит своего слона на G4, и после хода H3, не стесняясь, разменивают этого слона на коня, после чего пытаются закрыть позицию ходом E6, а белые постепенно завершают развитие фигур, делают рокировку, и после того, как все фигуры вошли в бой, проводят удар по центру E3 и E4. Конечно, белым выгодно вскрыть игру, ведь в их распоряжении два мощных слона, а слонам, как известно, нужны открытые диагонали. Ну что ж, в этой позиции чаще всего черные забирали просто пешку на E4, ну, конечно, это взятие связано с потерей пространства. Белые получают перевес в центре, но Мария Музычук играет очень принципиально, не пядя своей земле она не хочет отдавать, и на ход E4 она отвечает жестко в кость E6, E5, не отдавая пространства. Ну что ж, Хампи разменивается на D5, происходит размен, еще одно взятие на D5, и в этой позиции, видимо, сильнейшим является ход ладья E8, пока что не спеша отыгрывать пешку, и дальше, например, после конь E4 следует размен на E4, белые грозят поставить мат в район поле H7, но черные защищаются конем, потом играют H6, и несмотря на то, что у белых пока что лишняя пешка, эта пешка сдвоенная в центре, скорее всего она отыграется, и черные имеют неплохие шансы уравнять игру, даже несмотря на то, что все еще распоряжение белых преимущество двух слонов. Но все-таки Майя Музычук не хочет отдавать ни пяди своей земли сопернице, и на взятие пешки D5 она отвечает симметричным взятием пешки на D4. Ну что ж, Хампи развивает инициативу в центре, играет конь E4, нападает на черного слона, и в этой позиции можно играть по-разному, например, на взятие на E4 конем, последует взятие ферзем, с угрозой ни много ни мало, а поставите мат в один ход, черные защищаются, но тогда забирают белые пешку на D4. Что ж, одно лишнее распоряжение белых, преимущество двух слонов, но черные могут сыграть на тактике и побить центральную пешку на D5. Теперь ни в коем случае нельзя забирать коня ферзем из-за вскрытого нападения на ферзя, и черные просто выигрывают ферзя и партию, но, конечно, вместо этого хода можно сыграть похитрее, и на взятие конем на D5 сыграть ферзь E4, угрожая все так же поставить мат в один ход, а на отступление коня на F6 просто побить пешку на поле B7, и здесь уже белые сохраняют преимущество двух слонов, плюс лишнюю пешку, и этого им должно хватить для уверенной реализации этой партии. Так что взятие на E4 нам не годится, компьютер рекомендует спокойный ход в ферзь E7, защищая своего слона ферзем, и, например, на ход слон G5 есть выход ферзя на поле E5, также грозя матом в один ход с поля H2, и, скорее всего, все сведется к размену фигур, и здесь черные опять же имеют шансы уравнять игру, но Мария Музычук не хочет пока отдавать второго слона, и она играет слон E5, уводя слона из-под боя, абсолютно логичное решение, но Хампи продолжает наседать. Слон G5, очень неприятная связка, коня на поле F6, надо сказать, что позиция до этого встречалась на практике, и там черные избавлялись от связки ходом в ферзь B6, просто уводя ферзя подальше, но белые нашли очень сильный ход D6, нарушая взаимодействие ферзя и коня, и после размены на E4 объективно белые получили перевес за счет очень неприятной пешки на поле D6, которую не так просто отыграть, но все-таки в практической партии черным удалось запутать своего соперника, и партия завершилась в ничью. А в нашей с вами встрече Мария Музычук желает немедленно пояснить на менее белых и делает ход H7-H6, желая спровоцировать кризис на поле F6. Ну что ж, следует размен на этой клетке, черные забирают конем, и ход в ферзь F5. Белые не только грозят побить слона, но еще и побить на F6, после чего Ади объявит мат с поля H7. Необходимо защищать эту клетку, и Мария Музычук пускается в бегах ходом ладья E8. Слон теперь под защитой ладьи, и король готов убежать от шахов через поле F8 на E7. Ну что ж, посмотрим, как у него это получится. Происходит взятие на F6, взятие ферзем, шах, король убегает на F8, мата пока нет, но белым нужно играть очень энергично, чтобы оправдать свою такую игру. Например, на немножко инфальтивный ход ладьи на поле E1, желая в стеке черного короля в центре, черные играют энергично G7-G5. С двойной идеей, во-первых, препятствовать продвижению пешки на F4, и во-вторых, защищая поле H8 ферзем. И теперь уже у белых объективно нет серьезной атаки, и черные удерживают позицию. Поэтому Хампе необходимо спешить, и она жертвует пешку путем F4, желая вскрыть линию E, и вообще как можно больше линии вскрыть в центре, куда направляется черный король. Теперь, если просто отступить слоном на поле D6, то последует шах, шах ладьей, размен на поле E8, потом шах слоном, и выигрывают белые целую ладью E8. Поэтому черные вынуждены принять жертву пешки, и побить на F4 слоном, но здесь уже Хампе было не остановить. Ладья бьет F4, вскрывая линию F, забирают черный ферзем, и в этой позиции ход F8. Хампе думает, что выигрывает партию, после отступления короля на E7, следует шах с поля E1, и аналогичные рассмотренные варианты, белые должны остаться с лишней фигурой, но здесь неожиданно, вместо того, чтобы пойти королем налево, пытаясь защитить собственную ладью, король черных смело идет вперед на поле F6. И выясняется, что после взятия на E8, не обязанные черные автоматически забирают ладью, вместо этого они объявляют шах ферзем в поле C1, король вступает, еще один шах ферзем, король вступает, и вот таким вот образом черные поймали белого короля на вечный шах. Видимо, издалека Хампе собиралась здесь закрыться слоном, спасаясь от шахов, но дело в том, что после этого хода черные разминиваются на E8, и играют D3. Оказывается, что пешка D очень сильна, и остановить ее в движении вперед практически невозможно. Белые могут отправить вперед свою собственную пешку D, и даже кажется, что их пешка приходит до поля D8, и становится ферзем, но здесь неожиданно черные жертвуют ферзя за слона, объявляют вторую пешку ферзем, и уже от нападений этого ферзя король нигде не может спастись, везде следуют шахи, и партия закончится в ничью. Очень важно, что нигде белые не могут закрываться ферзем, поскольку тогда потеряется их пешка на поле D7, а с этой пешкой потеряются и все шансы на победу. Не забываем, что без этой пешки у черных одна лишняя веншпили, и на победу будут играть уже они. Ну что ж, зачем вам показало это окончание? Дело в том, что в этой позиции после жертвы качества на поле F4, Хампе имела очень красивый геометрический выигрыш, который начинался ходом D6. Идея в том, чтобы отнять поле Е7 у черного короля, и попросту поставить ему мат с поля H8. Естественно, что пешка на D6 уязвима, ее нужно забрать ферзем, но теперь черный ферзь покидает активную позицию, и здесь уже проходит вариант ферзь H8, ладья Е1, и мы видим, что ферзь здесь не может объявлять шахи, а на ход короля на D7 следует размен, шах слонов с поля B5, и белые выиграют фигуру, а вместо этой фигуры и партию. Вот так вот Хампе Коннору могла добиться важнейшей победы для своей сборной, но, к сожалению, не нашла на продолжение D5-D6 в этой позиции, поспешила объявить шах в угол доски, и этот шах, по сути дела, выпустил верную победу, в результате чего сборная Индии проиграла. Сборная мира, благодаря победе Хорхи Коэ над Атхибаном на третьей доске. Кому понравился обзор этой партии, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы не забывать видеть, смотреть обзоры новых видео. А с вами был Евгений Шувалов. Играйте в шахматы, и следите за Кубком мира. Субтитры сделал DimaTorzok